Йо-йо-йо, здорово! И с вами Диман Массел, черт подери! Вы меня просили снять видео обзора сравнения камеры Фолда 3 против S22 Ultra, чем я сейчас и займусь. Но прежде я бы хотел вам показать одно видео о том, как вас дурят на Авито, подсовывая вам китайские копии S21 Ultra под видом оригинала, даже с хороших профилей. И я разоблачаю таких типов, бомблю их, чтобы они убирали нахер свои объявления. Не всегда это работает, но в данном случае сработало. Итак, поехали! Это будет запись видеоэкрана, она без звука, но я буду комментировать. Запись производилась с сайта Авито, здесь, как вы можете увидеть, Евгений. 7 отзывов, хороший рейтинг и продает S21 Ultra. Я уже вижу, что коробка Galaxy S21 Ultra 5G, а должно быть S21 Ultra 5G без Galaxy. Вот он оригинал. Итак, давайте сравнивать, значит. Поехали! А, звука-то все равно нет, это его объявление. Все в Московской области, все в Одинцово. То есть профиль очень похож на правду, на обычный хороший профиль. Я бы с такого не поленился купить. Хорошие отзывы на 5 звезд большинство. Может, там один какой-то плохой, но ничего критичного. И вот она, Ultra. Смотрим фотографии. Ой, черт! Ой, черт! Белая надпись! Вот, блин! Камеры горят голубым! А, мрак! Давайте я вам покажу кое-что. Вот оригинальная Ultra. Вот она. И вы посмотрите. Надпись черная. И внизу мелким шрифтом буковки сертификации. Видите? SE, EAS, TP. IMEI телефона тут пробит. Который совпадает уже с настройками телефона. Здесь же этого нет. Просто белая надпись. И вот эти вот голубые линзы, которые горят как светодиоды. Вы давайте на них посмотрим внимательно. Во-первых, верхний модуль. Тупо какой-то серый кругляк. В оригинале он темно-синий и более красивый. И вот эти вот остальные три модуля в оригинале, они имеют темно-синий цвет. Они вот такой ярко-голубой, как здесь. Давайте еще посмотрим это видео. Не такой ярко-голубой. Более того, время написано в левом верхнем углу. Разве так пишется на оригинале? Нет, оно пишется по центру обычно. Вот эти чеки из мегафона, это вообще брехня. Это полный мрак. Видите, вот такой чек из мегафона. Сразу баньте это объявление. Вот эти чеки всегда поддельные. Таких чеков в оригинале не бывает. И все копии, что я вижу, идут именно с такими чеками из мегафона. Примерно по вот этой цене 79 тысяч, как будто бы. Так что чек этот полностью бреховый. Отправляет с ДЭКом или почтой России по предоплате. Я ему и пишу, что сдуреть ты брехун. Ты посмотри на свою заднюю крышку. Это копия за 10к. И ждем его ответа, собственно говоря. Зачем ты кидаешь людей? Зачем их обманываешь, парень? Видите этот оригинал? Вот. Верхнюю линзу запомните. Она не серая. Она не серая. Он уже прочел. И вот эти вот темно-синие. Они ярко-голубые. Это самое главное отличие. По ним легко отличить. В 21-м поколении. В 20-м поколении вот эти вот три заглушки. Они вот оригинальные. Видите тоже? Темно-синие. Знаки сертификации внизу. Черная надпись. Эта надпись, да, она может отсвечивать немного белым под определенными углами. Но не прямо белым. Она черными буквами написана. Вот в чем дело. Вы посмотрите. Попросили продать. В телефонах не разбираюсь. Как определить, что Китай? Спасибо за смс. Ой, мрак. Ну, я, конечно, ему подыграю. Знаем, что он брехун и просто начал сливаться, побоявший за себя. Но, понятное дело, что никто его не просил продавать. Просто хотел подзаработать. Я ему объясняю, что здесь к чему. И тем временем он потихонечку будет снимать телефон. Я ему объясняю, на какие отличия нужно смотреть. А у него этих отличий, к сожалению, нет. Так вот, в копии вот эти вот три линза, это заглушки. И только вот это вот один основной модуль. И при этом выглядит он ужасно. Разумеется, не стократного зума, не 108 мегапикселей у вас там не будет. Давайте зайдем в интерфейс камеры, чтобы вы понимали, о чем идет речь. Черт подери. И так включается телефон. Вот так включается оригинальная ультра. Посмотрим вниз. А, в принципе, тут нечего смотреть. Я вам говорю, смотрите на заднюю крышку. Да, вот это я ему и все рассказываю. Значит, смотрите, время пишется по центру. На 12-м андроиде, если нет сим-карты, то в телефоне и нет сети. Кружок перечеркнут. Если бы даже было никаких 5G, вот здесь бы не было, как на многих копиях пишется 5G. В Москве хер он поймается, где 5G в оригинале. Вот. И самое главное, что в интерфейсе камеры вы должны запомнить. Видите? Переключение между модулями. Есть и ширик, и трешечка, и десятка. Потому что вот это вот, ширик 0.6, это основной модуль. Это трешечка, а это десятка. И, соответственно, каждый модуль должен работать. Когда я снимаю на десятку, если я пальцем закрою десятикратный объектив, то и здесь будет все закрыто. Вы должны это понимать. А там можно снимать на десятку, закрыть вот так объектив, а все равно будет съемка происходить на верхний модуль. Это неправильно. И вот режим. 108 мегапикселей. Видите? Сейчас сфокусируется. Увидите. Вот. Да, блин. Вы поняли? 108 мегапикселей. Все, он снял объявление. Demon Muscle добился своего. А вы будьте бдительны, потому что уведетесь на такие объявления. Радуйтесь, что он выложил за 72 тысячи, и сразу не набежала куча покупателей. Я выложил бы за 50. Уверен, кто-то уже купил какой-нибудь дурачьевый гамаш, который не смотрит меня. С вами был Demon Muscle. Черт подери.